Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMoney. И сегодня у нас обзор вот такой интересной электрогитары, которая называется Epiphone Les Paul Custom, модель 2020 года. Ну что ж, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы знаете, у меня есть Epiphone Les Paul Custom 2001 года, и в процессе всего этого видео мы будем слушать звуковые сравнения. То есть мы будем слушать, как звучит эта гитара в первую очередь, и для референса я буду то же самое играть и на этой гитаре тоже, с родными звукоснимателями. Вы сможете послушать, как звучит новый Epiphone, но вы также сможете послушать, как звучит новый Epiphone на фоне старого Epiphone. Ну что ж, давайте пойдем, как всегда, сверху вниз. Голова. Самое главное изменение, наверное, ну, как сказать, не самое главное, а самое первое изменение, которое бросается в глаза, это форма головы. Как вы видите, форма голова стала другой. Стала она лучше? Наверное, да, она стала лучше. Стала ли она похожа на Gibson? Ну, все-таки нет. Хотя здесь и сделали вот эту вот челочку, или пробор, или как еще это называют, раскрытая книга, но все-таки она не такая, как у Gibson, и лично мне у Gibson все равно нравится чуть больше. И каждый раз я задаюсь вопросом, ну, почему нельзя сделать такую же, как у Gibson? Ну, компания-то, по сути, одна. Gibson, дочерняя компания Epiphone, ну, сделайте такую же. Как мне кажется, сразу продажи этих электрогитар, ну, возрастут. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, надо сказать, что голова все-таки стала симпатичнее. Если раньше на Epiphone она вообще, на мой взгляд, никуда не годилась, теперь она стала чуть-чуть поаккуратнее. Колки. Колки здесь у нас Grover. Золотой цвет, да, тут вся фурнитура золотого цвета, в принципе, как и на этом Epiphone Custom. Там черный, окантовки, золотая фурнитура, все очень и очень похоже. Колки здесь Grover. И знаете, по ощущениям, на мой взгляд, это самые лучшие Grover, которыми я пользовался. Они хорошо держат строй, и они очень приятно крутятся и настраивают эту гитару. У меня было уже несколько Epiphone, где были колки Grover. У меня были гипсоны, включая и вот этот гипсон, где тоже колки Grover. Но там, мне кажется, Grover как будто работают не так плавно, как здесь. Здесь колкам вообще абсолютный зачет, мне очень понравились. На голове у нас надпись Epiphone, на колокольчике Les Paul Custom. И, как всегда, у нас есть традиционный бриллиант, или как его можно назвать, который говорит о том, что это именно модель Custom. Он есть на гипсонах на Custom, он был на старых Epiphone. Он же остался и на новых гипсонах, и на Epiphone тоже. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сразу на голове мы видим окантовку. Окантовка у нас пятислойная, все то же самое, как на старом. Окантовка у нас есть на грифе, также у нас окантовка есть и на корпусе. Сразу я вам расскажу про окантовку, но здесь уже есть отличия. Если у нас сзади на корпусе окантовка пятислойная, то спереди на корпусе у нас окантовка семислойная. То есть в этот раз сделали, как на гипсоне. Если взять мой Epiphone, там и спереди, и сзади окантовка пятислойная. Здесь же спереди семислойная окантовка. И на мой взгляд, это смотрится еще богаче, чем раньше, и еще ближе к гипсону. Гриф у нас выполнил из красного дерева, корпус у нас также выполнил из красного дерева. Поговорим о грифе. И в первую очередь я хочу поговорить о накладке. На этот раз накладку сделали из эбони. То есть если мы возьмем все гипсоны, лэсполы, практически все, то стандартная накладка идет из палисандра. Если мы возьмем все практически эпифоны, лэсполы, стандартная накладка идет из палисандра. Если же мы берем Gibson Custom, то они как раз отличаются тем, что накладка там уже не Palisandre, а Ebony. Если же мы возьмем старый Epiphone Les Paul Custom, то там все равно Palisandre. На этом Epiphone уже сделали Ebony, и это делает эту гитару еще на один шаг ближе к классическому Gibson Les Paul Custom. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 22 Lada, профиль достаточно приятный, называется 60. Я не знаю, говорит вам это о чем-то или нет, но это считается тонкий гриф для Gibson. Если мы берем мой Epiphone, то там гриф чуть-чуть потолще, как мне кажется. Здесь гриф чуть-чуть потоньше, но в целом плюс-минус, как мне кажется, они одинаковые. Как всегда, гриф клеен, и опять же, это стандартно практически для всех Les Paul. Корпус. Как я уже сказал, это красное дерево. У нас здесь стандартно 4 крутилочки, 2 тона, 2 громкости, никаких отсечек здесь нету. Трехпозиционный переключатель. Хорошо переключается, имеют четкие позиции, никаких проблем с этим нету. Здесь вот такой вот пигардик на моем он тоже должен быть, но его там нету. Потерялся где-то. Здесь он есть. Хамбакеры. Два хамбакеры, которые называются Epiphone Pro Baker. Pro Baker. Не знаю, как правильно это произносится. Тюноматик, держатель. В общем, все-все стандартно. И на самом деле, в принципе, по большой части, по большому счету, здесь рассказать-то больше и нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, если мы посмотрим описание на официальном сайте и посмотрим пункт покрытия, финиш, там написано Gloss, то есть глянцевый. Я думаю, что здесь обычный лак, то есть это не нитролак, как на гипсона. Если же мы будем смотреть на похожем официальном сайте, но уже про гипсоны, там везде написано, что нитроцеллюлозный лак. И что я думаю про эту электрогитару? Мне кажется, что Epiphone поработали над ошибками и сделали большой-большой шаг вперед в плане качества. Если мы смотрим сборку, вот я смотрю сборку, это гитара новая, 20-го года, я смотрю сборку, то я не вижу вообще никаких проблем. Ни одного косяка я не вижу по покрытию, ни одного косяка я не вижу в примыкании грифа к корпусу. Но в целом ни одного косяка я не вижу, лады не торчат, все с этим хорошо. Если же мы возьмем мою вот эту гитару 2001 года, то там есть некие вопросы по примыканию грифа к корпусу и по тому, как проложена окантовка. Если я смогу это сфотографировать, то я ставлю сюда эту фотографию моего старого Epiphone, и вы увидите, что там окантовка на грифе лежит не очень ровно, именно в месте, где гриф стыкуется с корпусом. Здесь с этим проблем нет. По весу, по весу, эта гитара легче, чем мой старый Epiphone. Это на самом деле очень-очень хорошо ощущается. Я не знаю, хорошо это или плохо, некоторые любят тяжелые гитары. Я люблю гитары полегче, но это так. Далее, что я еще могу отметить, я уже поиграл на этой гитаре очень приличное время. Я уже записал те сравнения, которые вы в процессе этого видео слушаете. Но сравнение я еще не монтировал и не могу сказать, какая гитара лучше, какая хуже. Но по своим ощущениям я могу сказать, что родные звукосниматели того Epiphone, у них звук, он неплохой, на самом деле неплохой звук, такой приятный, но все-таки он такой мыльноватый и хочется чуть-чуть больше прозрачности в звуке. Здесь же звук, мне кажется, лучше, то есть датчики тоже стали лучше. Хотя многие говорят, что здесь американская электроника, но по крайней мере я такое слышал, но на сайте написано Epiphone Pro Bucket. Я не знаю, где эти звукосниматели делаются, но как мне кажется, они значительно лучше, чем старые, и звучит эта гитара на порядок интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И чтобы я еще хотел отметить, когда я писал звуковые примеры этой электрогитары, то мне игралось легко. Знаете, иногда берете гитару, там, допустим, я не знаю, с чем это связано, вы играете, такое ощущение, что, ну, надо с гитарой бороться, где-то посильнее струну дернуть, что-то еще сделать. А бывает, возьмешь гитару, играешь, и такое ощущение, что звук сам, сам летит, играть легко. Это связано, может быть, со звукоснимателями, это связано, возможно, с хорошим сустейном гитары. Это может быть много с чем связано. Но когда я писал звуковые примеры этой гитары, вот у меня было такое ощущение, что вот звук прям летит очень хорошо. Хотя мне говорили, что эти звукосниматели, они не очень выхлопные, они даже должны быть менее выхлопные, чем звукосниматели на этой, родные звукосниматели на этой гитаре. Но когда я играю на родных звукоснимателей на этой гитаре, мне всегда хотелось сделать гейна чуть побольше, мне его не хватает. И я вот уже говорил, этот мыльноватый звук, хочется его какой-нибудь ручкой сделать более прозрачным. Но сколько бы ты высоких не добавлял, он становится, звук выше, но прозрачнее он не становится. И опять же, я повторюсь, когда я играл на этой гитаре, звук, ну, сам, как бы, сам летел. То есть я не хотел ни добавить гейна, я не хотел еще ничего там добавлять или менять ручки. То есть, действительно, я считаю, что в новых эпифонах, вот этих 20-го года, да, очень серьезно поработали над качеством. Это видно невооруженным глазом. И очень-очень серьезно поработали над звуком. Можно ли говорить, что это практически гипсон? Ну, наверное, и да, и нет. Выглядит как гипсон, ощущается не как гипсон. Все-таки нитролак, и звукосниматели, которые мотаются именно на заводе гипсон, я думаю, вносят, вносят некую свою лепту. Но, но, я все равно скажу, что эта гитара очень и очень получилась достойной. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мою страничку в инстаграме, ссылка будет в описании под этим видео. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает канал материально. Спонсоры от 49 рублей в месяц. Это не так много для одного человека, я бы сказал, это очень мало. Но если у вас будет 100 человек, это будет очень и очень хорошо поддерживать канал материально. И я смогу покупать на каждый свой обзор новые струны. Также огромное спасибо всем, кто покупает в магазине струнки.ру именно с моим промокодом гитаромания. Вот здесь еще раз напишу, чтобы вы точно не ошиблись. То есть вы получаете 7% скидки, я же получаю 3% от вашей сделки. Как вы понимаете, это тоже поддерживает канал материально. Ну что ж, меня зовут Сергей, и это был канал Гитаромания. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.